Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает познакомиться с поэтическим творчеством Вадима Мишакова. Вадим является участником Литературного объединения творчества имени Николая Михайловича Рубцова, которая действует при библиотеке. Его стихи представлены на музыкально-поэтическом диске Литературного объединения. Стихи растут как звезды и как розы. Автор расскажет о себе и своем творчестве, прочитает свои поэтические произведения. Друзья, всем привет! Меня зовут Вадим Мишаков. Я участник Литературного объединения, участник литературных фестивалей, выпускался в сборниках, альманахах, родился на Украине, приехал на Север, и вот уже много лет здесь живу. Веду здесь и занимаюсь любимым делом, веду йогу, студию йоги. И сегодня я хочу познакомить вас со своим творчеством, со своей философией немножко, и дать немножко частичку красоты. Тихо скрипнула калитка, и ушел я в темноту, лишь безмолвная попытка разобраться, что к чему. Прочь от ссор, от слов обиды, все, забудем, не хочу больше спорить о прожитом, не терзайте. Я молчу. Мост у нас, что вдоль дороги, недостроенный стоит, забываю все тревоги, ведь безмолвие не молчит. Громко квакают лягушки, не смолкают до утра, и жерчит внизу речушка, мывая берега. Да, недаром говорили, что река, как жизнь несет, плавно воды, но забыли дух свободы, что ведет нас к безумию, к вечной жизни. Побоялись рассказать, что в безумии и навизны мы не стали пропадать. На крае обрыва дико, манит матушка земля, сдерживаю нервы криком, это не судьба моя. Где-то здесь курлычат птицы, спят деревья, солнце спит. Только мне сейчас не спится, манит пропасть, как магнит. Эх, взлететь бы над землею, да вот крыльев нет, беда. Вздрогну и пойду домой я, пусть ведет меня звезда. Это одно из ранних стихотворений. Только начинал писать о родных улицах, о родных мостах. А сейчас хочу прочитать стихотворение о стихах, как ни странно. Льется, как в мае живая река, гладко и медленно, плавно. Буква за буквой ложится строка, и получается славно. Рвать или резать, уже все равно. Слово за словом рожаю, капля за каплей, роняя на дно. Это ли искусство? Не знаю. Немного о море. Изменчиво море, как мир, и глядя на дивный пейзаж, земли незабвенный мираж, ты слышишь звучание лир, таких вдохновенно живых, что сердце трепещет, ожив. И ты понимаешь, что жив в плену ощущения земных. Спокойные чистые волны полны изумрудной любви, и эхом неслышным в крови раздастся их шум непокорный, и пену морскую смывает. На берег игривой волной шумящий ленивый прибой ее на камнях забывает. Волнуется море, бурлит, истерое небо смывает, как будто тоска оживает, и бриз недовольно ворчит, а в мотных волнах неспокойно кружатся песчинки и муть. В воде, отмечая свой путь, следа не оставит привольно. Так время несет нас вперед, швыряя рифы и скалы, но брежет рассвет запоздалый и новая жизнь настаёт. А следствие стихотворения посвящено великому философу Свободы Николаю Бердяеву. Свобода. В свободе скрыта тайна мира, сказал великий человек. Тот самый вольный сын Эфира ее познать сумел навек. Так что же скрыто в этом слове? Какой тайной озарен наш глупый мир? Чего же стоит ее познание? Кто спасен? Мы все зависим от чего-то, от денег, близких, от судьбы. Поставили в пример кого-то, а сами глухи и слепы. Зависим от авторитетов, одной меркой смирены. Не чтим художников, поэтов и в суете потеряны. В свободе скрытое страдание. Свобода очень тяжела. Борьба рождает непризнание, раскаленное до бела. В свободе истина и правда. А в истине есть путь и жизнь. И мы поймем ее лишь завтра. Поверь, на чувства положись. И человек свободный сможет постичь любые чудеса. И людям истиной поможет откроет путь на небеса. Такая простенькая. Я всегда с детства искал какой-то глубокий смысл жизни. И вот как-то это проявлялось в моем творчестве, в стихотворениях. Возвание. Так хочется слушать, так хочется быть. Не хочется вниз по течению плыть. Течение зажми в кулаке беспощадно. Душе станет легче, отрадней, прохладно. И мысль под контролем, и силы внутри. Ты только не думай, назад не смотри. Ты только сейчас. То, что было и будет, прошло и пройдет. Мир тебя не забудет. Оставить хорошее в этом сейчас так важно и нужно. Не только для нас. Ищи, познавай и цени это время, в котором живешь. Но ничто не заменит любви и надежды и веры в него. Мы все забываем об этом порой. Так чувствуйте, верьте, надейтесь, любите. Но только хоть каплю себя сберегите. Мы росли в непростое время, перестроечное где-то. Я тоже успел это застать. И было тяжело. И поэтому рождались такие стихотворения немножко протестные. Ну, мы все родились в стране, которой сейчас уже нет. И об этом будет речь. А страна, где мы не родились. Не родились. Страны, где мы все родились, не будет уже никогда. Но вспомните прежнюю жизнь, в которой вы жили тогда. За что мы страдаем теперь, когда независимость зла? Стучимся в закрытую дверь, свобода уже уползла. Мне стыдно за эту страну, за наш украинский народ. Когда же мы объявим войну, и кто нас вперед поведет? Войну за нормальную жизнь, чтоб нищая наша страна, в которой мы не родились, поднялась с колен навсегда. Это еще в Украине писалось. Давайте что-нибудь позитивное. Иисус, Он одинок в своей любви, безбрежный, как простор небес. В Его вполне земной крови весь род людской навек воскрес. Он сильный в слабости своей. Он был дворцом, теперь устал, и ждет, как кто-то из людей воздвигнет свой девятый вал. Меня воспитали в глубоко православной семье. С одной стороны, это здорово, конечно. А с другой стороны, рождалось такое глубокое неприятие вот этого служения, вот этого рабства, того, что ты должен, того, что ты червь низменный. Вот эта вот психология, которая закладывается в православии, она немного пагубна. И поэтому рождались такие протестные стихотворения. Я не раб. Я не стану рабом всемогущего Бога. Нет ошибки страшней, чем служить. Недоступной нам стала иная дорога. Жить свободным, любить и творить. В стенах церкви, рыдая, мы просим прощения, только сами забыли простить. И стоим на коленях, полны унижения, в унижении пытаясь любить. На коленях нет счастья, в цепях и забвении. А свободы подам на лишь звук. Разорви из толпы, прочь во имя спасения. Обретешь вмиг свободу, мой друг. Человек, ты вершина творения мира, образ Бога, творящий любви. И любовью творим, ты луч света и лира, что без музыки бьется в крови. Дорогов Ирий. Этому стихотворению как раз предшествовало то, что я познакомился с человеком, благодаря которому я оказался здесь, на севере в Архангельске. Дорогов Ирий. Ищу дорогу в Ирий. Прокладываю путь мечом и кулаками, и грудью не вздохнуть. На карте нет привалов, но в млечной тишине я жду ее в тумане, ведь не живется мне без ласкового взгляда, без теплых, нежных слов. Богиня, ты ведь рядом, в скитаниях средь снегов, средь бурь, дождей и вьюги, я тенью сна пройду, а ты прошепчешь, милый, и я покой найду. Есть силы тонкие на свете. Есть силы тонкие на свете, что наши души оплетают в тугие паутинки сети, а люди их не замечают, влюбляются, терзают сердце и привыкают без раздумий, не зная, что вскрывают дверцу для паука своих безумий, и расставаясь, рвут в ошметки на клочья душу вслед за нитью, все же оставляя все эти оплетки в разрывах и урав забытии. Проходят годы в тусклом беге, стирая память в белой тризне, но остается в человеке цвет более алой прежней жизни. Это о связях между людьми, которые сохраняются надолго и надежно и с которыми нужно работать, конечно же. Ну, я был романтиком и остаюсь романтиком, и поэтому очень много таких позитивных стихотворений, жизнеутверждающих. Как солнце одно и как небо над нами, как первый мой вздох, первый смех, первый взгляд, как ласточка первая ввысь рассекает, как льется на землю вечерний закат, искры средь тучек огнем высекает и в зареве льется лучистым дождем, так наша любовь навсегда воссияет и будет гореть негасимым огнем. И ты, моя ласточка, солнышко-лучик, мой ангел, мой свет, моя радость, мой смех. Я счастлив с тобой, я в вечность зовущий. Почувствуй, любовь оживает в тебе. Так, хочу немножко северного настроения также придать. Уже на севере из немногих стихотворений. Замерзает сердце льдинкой в час печальный мрак и холод и, подтаявшись снежинкой, тихо падает на землю. Светочей твоих не греет, дух смятением и сколот, душа моя лелеет, чувство яркое, ей внемлю. Сном пройдет зима, растает, взлом навеянная сказка, и в глаза твоей с надеждой загляну, увижу ласку. Пусть капель в лучах играет, солнце встанет, как и прежде, морем счастье омывает, сердце льдинки снимет маску. Легче, чем воздух, бурнее, чем кровь, циркулем счастья отмерю любовь. Каплей узоры растянута тень, солнце улиткой ползет под плетень. Мрак белой ночи, ты призрак или шут? Пьянь молодежи, удилов, хомут, конь удовольствия рад бы помочь. Весник подземный, ты здесь? Уволочь в мир тайных знаний ребенком и в грудь. Шепот желаний мешает уснуть. Глиной монеты разменный пузырь, мисочку лета поставь на псалтырь. Зеркалом ртути на сердце слова, близко по сути, тьма, ты не права. Песня мартышкой не кажется, пой, доброе утро, последний герой. Клек от закрылков, шуршащий спиной, мир на ладони и звезды со мной. Радость в минутах раскрытой души, медленней, медленней сердце. Дыши. С этим стихотворением я ездил как раз на Каргопольскую весну и оно было написано непосредственно там, 2010 год. Жизнь полыхает зорницей воржи, злата колосьев разлита по степи, ловкий паук разбросал в поле сети. При горшню света поймаешь? Скажи, что шелестишь нежной кроной березка? В длинные косы закралась печаль, ленту червоную сменит вуаль. Чистую душу возьми, это носка. Жизнь полыхает зорницей воржи, нежности ласточка радует око. Любишь, не любишь, моя синяя око? Пой вокализом Брезьюной души. Я люблю родину. Как им большинство людей, наверное. Родина. Сенем небо над головою, ночным дыханием озарен иду, окутан синевою, дышу, пою. О, я влюблен, раскрытой дланью глажу воздух, а он в пьянящей тишине звенит отзывчиво и слезно, поет открыто песню мне, и паутинкой на ресницах я вспомню нежно отчий дом. Толкну руками воздух, птицей взлечу с надломленным крылом и клич любви раскатом вольным и от него, как сам не свой, и ласку матери вдруг вспомнив, землей согрет, в любви святой. Ах, мама, милая, вздыхая, прильнув груди твоей на миг, в истомной неге расцветая душу души, невольный крик, прости меня, моя родная. Ну, чтобы вы понимали, я живу за две тысячи километров от родных, мы редко видимся, но такие вот порывы, конечно, они уместны. Так, Ну и что-нибудь балладное. Песнь павшего воина. Время настало, и я умираю, лютым был бой и бесчестны враги, словно девчину клинок обнимаю, слышишь, мараны глухие шаги, будто сейчас вижу гордого князя, как он сражался, звездой меч свергал, но налетел печенек, словно грязью, в раз облепил и упал Святослав. Мы не смогли ратью князю пробиться, видели, сзади подкрался шакал, сильный удар, не успел оглянуться светлый наш князь, на колени упал. Яростный крик наш пронесся над степью, все полегли, растоптала орда, тенью постыдной пронзит миг последний и унесет тьмы чертога в вода. Нет, не влечет воя гордая слава, в кровь обернется сладчайший нектар. Други, в потомках я снова восстану, знайте, отвечу на подлый удар, я не вернусь прежним. В светлых чертогах горько с дружиной мне пировать, милую перунушка, даруй свободу, пусть возродит снова землюшка, мать. Подражание Пушкину, своего рода. Вечер, ты помнишь, песнь играла, и мое сердце в такт звучало на струнах счастья сладкоглазых, и капли света застывала в ее очах. Тот миг прекрасный, пленяю лирою своей, в череде безмолвных, ярких дней, храню я чистое мгновенье, когда в стремнинах вдохновенье я зрел волшебную улыбку. И сердце, чудо из чудес, и ослепленный тем виденьем, мой гений злой навек исчез. И ты счастливо улыбалась и нежно так в душе смеялась о Боге, счастье видеть это, как песнь поет вдали Джульетта, цветами устилая землю, творением радуясь вселенной, деревьев листики ласкала, все улыбаясь, улыбаясь, а в небе звездочка сияла, сильнее солнца разгораясь. Вот так. Ну еще одно, и все. Растилаю нежности одежды, растилаю нежности одежды, тку любовно полотно мечты и любуюсь в зеркале надежды девой несравненной красоты. Сердце, опыленное росою, расцветает радугой с цветком, пышет ослепленное красою чистым снежно-белым угольком. К солнышку волшебную стезею весточку отправлю я свою, счастье быть наполненным тобою, счастье молвить, я тебя люблю. Спасибо, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова